Привет, народ! Вчера в релиз вышла MMORPG For Gods на платформе Vemix, то есть с криптовалютой. И весь день я провёл в игре, пытаясь понять, можно ли в неё нормально играть и можно ли в ней хоть что-нибудь заработать. Собственно, сегодня я этим с вами и поделюсь. Игра For Gods, так же как и другие игры, которые сейчас выходят на платформе Vemix и в которые суют криптовалюту, такая же старая корейская ММО, как и другие. Её взяли, потому что на неё были куплены права у разработчиков и её выпустили в глобальный релиз, правда, только с английским языком. Что у нас по классам? Здесь их всего 4. Это Мечник, Лучница, Танк и девочка Мак, она же Хилл. Ну а Танк не использует никакого оружия, у него основное оружие это щит, смотрится забавно. Причём, когда вы выбираете ник, то вы можете с одного ника, с одного аккаунта играть попеременно за любой из этих четырёх классов. То есть под одним ником у вас будут все ваши персонажи. Эдакая семья, как в Black Desert Mobile. Я выбрал Лучницу, потому что мне за неё играть приятнее и потому что Лучниками фармить бесконечное количество мобов всегда быстрее. На чём у нас тут строится прокачка? Прокачка идёт по сюжетным квестам и изредка нам выпадают с мобов свитки с побочными квестами, которые позволяют немножко подфармить с них опыта и получить ядра монстров, которые нам нужны для закрытия кодекса. За повышение уровня монстра мы получаем его характеристики, то есть бонус к атаке, бонус к урону по конкретным видам монстров и так далее. Если вы играли в Ланейш 2 Революшн, то помните, как много времени мы проводили, закрывая этот самый кодекс. Здесь, видимо, придётся делать то же самое, если вы решите в это поиграть. К слову, вот так выглядит интерфейс нашего персонажа. Вот стоит мой лучник или лучница. Да, выбора пола никакого, естественно, нет. И вот эти крылышки или подобие крылышек, которые вы видели, их дают за получение первой профессии на 40 уровне. Вторая профессия будет на 100 уровне и она нам откроет ещё более лучшие навыки. Слева, как обычно, у нас всё, что на нас надето, а справа всё, что у нас лежит в сумке. Причём вещи, которые нам выпадают, делятся на те, что мы можем использовать, то есть надеть на себя. Вещи с пометкой 4Exp, то есть которые нужны для прокачки нашего снаряжения, расскажу чуть позднее. И вещи с пометкой 4Sale, которые можно продать и заработать золото. Как у нас качаются вещи? Допустим, вот у меня недокачественная бижутерия. Мы нажимаем Level Up и можем в неё влить другие шмотки с пометкой 4Exp. От этого у неё качнётся уровень, то есть повысится до 10. Затем мы нажимаем Level Up и нажимаем на Upgrade Gear. Для того, чтобы повысить левел ранга, нам потребуются вот такие вот камушки или сферы. Камушки бывают разные, C ранга, B ранга. Можно 5 камушков одного ранга перегнать в ранг повыше и так далее. Это всё просто и понятно. Вот мы повысили левел нашей бижутерии. Нажимаем на Upgrade, нажимаем на Upgrade Gear и повышаем уровень. Теперь у нас наша бижутерия, а ранга с более лучшими характеристиками. Здорово, здорово. Но здесь кроется один неприятный момент. Достаточно зайти в донатный магазин и увидеть вот такую штуку, как наборы со шмотом. Здесь она очень сильно бустит вашего персонажа, если вы донатите. А мы не можем донатить, потому что у нас весь донат запрещен. То есть шмот, который мы покупаем в магазине, он синий. То есть более сильного ранга, более высокого ранга имеет более лучшие характеристики. Естественно, синий шмот очень сильно бустит вашего персонажа. Но где брать синий шмот, кроме доната? Крафтить. И вот тут кроется вторая загвоздка. Крафтить можно любые сеты, как синие, так желтые, так и красные. Но на крафт требуются специальные итемы. Вот они, три вида итемов. Если камни апгрейда еще можно насобирать и скрафтить, то два других итема достаются только из данжа Grow Dungeon. Который доступен два раза в день, из которого эти итемы падают с очень маленьким шансом. Вообще, тут есть много разных данжев, но все они проходятся буквально за 10 минут реального времени. С Grow Dungeon нам падают итемы, как я уже сказал, на крафт шмота и немножко опыта. Проходится очень легко. Для входа в данж вам требуются специальные пилеты. И если вы хотите проходить его дальше, то вам потребуются красные гемы, которые тоже являются, так сказать, второй донатной валютой в этой игре. Daily Dungeon, Collection Dungeon, Unlimited Dungeon, Memory Fragment и 4х4 Arena. Это все ежедневные данжи, которые вам придется проходить по одному-два раза в день. Взамен вы получаете в награду расты ништяки для усиления вашего персонажа. Но получаете в довольно маленьком количестве. Ну а Collection Dungeon это не что иное, как в шахте, как в Мир 4, где вы можете копать руду, можете копать траву и можете копать кости. Эти три основных ресурса дают вам огромное разнообразие материалов для крафта каких-то вещей, которых почему-то нет в списке крафта в разделе крафта. Помимо этого, при копании руды вам падают вот такие вот красные сферы. Эти красные сферы и есть ресурс, который будет меняться на криптовалюту и уже затем выводится в доллары, в рубли, там куда угодно. С 50 уровня у вас открывается обменник, вот он, Exchange. Заходим в Exchange и видим, что помимо того, что нам надо привязать наш Vemix кошелек, для обмена одной монеты нам надо 100 тысяч вот этих красных гемов. Это печально. Поговорим о том, где их брать. Первое, как я уже сказал и как мы нашли, это шахты. На ночь оставил копать перса ради интереса и за ночь накопал всего 5000 штучек. Учитывая, что перс периодически багуется, если его кто-то атакует, то он перестает копать. То есть не оставить перса на АФК, за ним все равно придется следить. Второе место, где падают эти шарики, это разные башни. У нас тут их есть 4 штуки. Это 4 разных вида замков, вот они указаны на карте, со входом с 50 до 120 уровня. При входе туда ничего не требуется, но мобы там... Если в Sky Demon Castle еще можно пофармить мобов, то в остальных данжах мобы от 80 уровня и выше. Они элитные и бьют очень больно. И самое жирное место, где падает больше всего монет, это Tower of Departed. Первый этаж, вход туда по билетам, которые покупаются либо за донат, либо за эти красные камушки. И здесь мобы тоже в районе 100 уровня и сильно ломают лицо. То есть, по сути, фарм этих камней и заработок крипты здесь рассчитан на самый высокий уровень, на самые высокие этапы развития вашего персонажа. То есть, вам нужен очень хороший шмот, очень высокий уровень и очень жгучее желание играть в эту игру, чтобы нафармить какую-нибудь крипту. Давайте подытожим мой спич. Развитие персонажа здесь похоже на развитие в Ланейдж 2 Revolution. Качаем шмотки, качаем их ранг, точим их и вставляем в них камни, которые нас немножко бустят. Помимо этого, у нас есть, как я уже сказал или не сказал, внешки на нашего персонажа, которые тоже нас бустят и которые тоже можно точить, включивая их характеристики. И помимо этого, у нашего персонажа есть статы. В данном случае, у лучника это агилити и качаем только его. Получается, что в течение дня мы входим в разные данжики, входим в разные башенки и остальное время фармим 24 на 7 мобиков. В надежде апнуть уровень, выбить какую-нибудь шмоточку, которая будет лучше нашей и которая нам позволит чуть дальше продвинуться по квестам. К слову о квестах, чем дальше вы качаетесь, тем сложнее квесты будут. И рано или поздно вы столкнетесь с моментом, когда мобы просто отрывают вам лицо и не дают пройти дальше. Именно поэтому вам придется тормозить, качаться, фармить шмотки, повышать уровень и так далее. А без доната, без каких-то вливаний, которые тут на самом деле мизерные, то есть пак шмота можно купить всего за 30 баксов, вы будете стоять на месте, тихонечко фармить уровень и тихонечко апать шмоточки. Короче говоря, без каких-то вливаний, надеяться здесь на какой-то заработок в будущем не приходится. В крайнем случае, если вы решите в нее играть и играть в нее до конца, вам достанутся какие-то крохи с барского стола. Потому что все способы добычи вот этих красных сфер для обмена на монету уровня примерно 100+, до которых вам придется ползти и ползти, пока донаторы сильно уходят вперед. На подходе от той же конторы у нас летом выходит ферма, посмотрим, может быть она будет интереснее. Я свое мнение высказал, а вы свое оставляйте в комментариях, мне будет интересно почитать. Может есть более легкие и другие способы заработка этой монеты. Ну и само собой подписывайтесь на все наши соцсети, в том числе и на Телеграм, где анонсы игры выходят раньше, чем я делаю на них обзоры. Ставьте лайки и бахайте в колокол. С вами был Террион, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok